Всем привет! Всем привет, друзья! Поехали покатаемся. Сегодня мы поехали, поехали, поехали. А вы увидите, куда мы сегодня поехали. Куда глаза бегут. Да. Сегодня мы решили прокатиться не только по городу. Ну, в одно видео, может быть, войдет и по городу только, да? Да. Ну, ничего страшного, проедемся снова, посмотрим лето. Сегодня у нас больше 25 градусов. На улице ветер, но он теплый. В общем-то, так по-летнему тепло. По-летнему тепло. Что тут у нас? Цветет-то еще и пахнет. У нас тополиный пук вовсю валит. У папы чешется нос. А аллергия, видать? Видать, да. А слушай, у нас что-то ведь есть дома от аллергии? Есть, конечно. Супрастин, по-моему, где-то лежал, да? На всякий случай он должен быть. Прямо аптечка. Потому что мне вот раньше от моей аллергии, когда я вся чесалась и покрывалась пятнами, помогал только супрастин. Никаких там димедрол и всякое такое, оно не помогало вообще. Окно-то не будешь закрывать? Окно-то буду-буду закрывать. Все, кондиционер? Все, готовы к поездке. Улица? Ленина. Навременно хотели сказать. В лице Ленина, да. Здесь у нас вон цирк приехал. Цирк приехал. Ну, я думаю, что он будет у нас месяц, наверное, да, тусить. Как? Все зависит от того, как покупать билеты, да, там же зависит. Как только спрос пойдет, конечно, сразу уедут. Ну, так и понятно. Да-да-да-да-да, так у нас весь Чайпецк в тополях, да. Помнишь тогда у нас во дворах стояли какие огроменные тополя, пока их не спилили прямо перед нашим окном? Ну, да, вот я прям помню. Они просто огроменные были. Ну, они были не столько старые, но сколько большие. И в силу того, что когда сильный ветер, их ветки могли просто даже задевать, мне кажется, иногда, там, за провода. Ну, до дома-то они, конечно, еще не доставали. Но если бы он упал, тополь, то, конечно, бы достал бы. Да куда надо. А смотри-ка, солнышко вылезло. Мы с тобой вышли, на улице было так тепло и пасмурно. Ну, так хорошо, без солнышка. А солнышко вылезло. Сейчас жарко будет. Да, благодать. Благодать. Ну, на самом деле, нам нравится такая погода. Потому что это та погода, когда ты можешь просто, ну, я утрирую, конечно, одеть трусики с футболочкой и выйти погулять. Ну, в смысле, вот так вот одеваться. Не одевать там шубу, валенки, там, я не знаю, еще чего-нибудь. А просто вот накинул то, что было, да. И пошел. Ну, кстати, сегодня вроде как-то оживленнее на улице-то. Вон, люди все-таки ходят. А время у нас? Сейчас мы вам скажем, сколько. Час тридцать. Сейчас будем еще и время говорить, да? Чтобы так сориентировать. Еще по времени. Ох, какое красивое здание вот это сделали. Разукрасили. Разукрасили, да. А то стояло такое обшарпанное. Ну, его делают, каждый год его делают. Может, не год, может, раз в два года. Но оно все время облазит. Посмотрим, что он потом будет. Ну, видимо, штукатурка такая. В общем, сразу все облазит. А мы выезжаем из города. Кировский тракт. Или это еще все улицы Ленина? Нет, это уже улица Ленина. Это другом назвалось. Может, это улица 60 лет Октября? Нет. А может, это улица, которая в ПМК улица? Да. А в ПМК это какая улица? Монтажная. Надо узнать, да? Да. Может быть, кто знает, как эта улица называется? Потому что это, наверное, да. До ПМК это, наверное, еще всю улицу. Да. То, что ПМК это все-таки часть города. Конечно. Ну, пригород. Да. ПМК, пригородный, микрорайон. Нет? Расшифровывается. ПМК. Подожди. Микрорайон, да? П. Пригородный. П. П. М. К. Пригородный. Микрорайон. Акачо. Микрорайон. Ну, так как аббревиатура. А, кстати, прочитать, да. Что-то означает ПМК. Не знаю. Не знаю. Я тоже не знаю. Живу тут с 2006 года, ничего не знаю. Да. Меня попросили сюда. Ну, знаешь, может быть, кто-то тут всю жизнь живет и мало что знает. Да, да. Некоторые улицы, ну, сейчас улица, название хотя бы знаю, но где находится не всегда знаю. Да. А, кстати, что-то затемнало опять, затемнало. Вот под дождик-то не попадем? Под маленький, если только. Ну, если только под маленький. Вырастем, да? Да, побольше. Побольше. Вот у нас город Кирочепецк в июне месяц. Июнь 2021 года. Может, что-то поменялось. Ну, конечно, кто смотрит там лет тридцать спустя, конечно, наверное, за тридцать лет что-то поменялось, да? Конечно. Вот, по крайней мере, появился здесь вот магазин «Пятерочка» в прошлом году. Да. То есть, точно не было. Его точно тут не было. Ой, тут какой-то рыночек приезжает, ну, вернее, эти. Привозят рассаду, саженцы. Ну, видимо, тут частный сектор, да, поэтому есть возможность, что купят. Есть возможность продать, что купят. Есть возможность продать, да. Стоимость бензина в город Кирочепецк. Нас спрашивали, сколько стоит клубника у нас в городе Кирочепецке. Честно, не интересовалась, потому что мы сами ее не покупали. По крайней мере, пока еще, да. Но если кто знает, можете написать в комментариях, сколько стоит клубника в городе Кирочепецке. Я думаю, к моменту выхода этого видео мы уже узнаем. А, может быть, да. Может быть. А сейчас мы едем точно по трассе. Ну, что там? Кировский тракт. Ага. Ключи. Ключи мы когда-то ездили. Ну, слушай, надо когда-то зле заехать туда летом. Там же мы видели и площадки такие хорошие, тоже поиграть можно, слышишь? Да. И просто погулять. Там же такой маленький своеобразный поселочек, автономный. А мы с вами, а мы с вами. Едем пока прямо. Угу. Куда же мы все-таки едем? Куда же мы все-таки едем сегодня? Нет, Киров. Киров, мы поедем попозже. Попозже? Да, но обязательно съездим. Да, в Киров мы тоже съездим. Но не сегодня. Хорошо, да? Лето. Прям на душе это хорошо, когда лето. Ну, видите, машина-поток, который идет из Кирова-Чепецка в Кирова-Чепецк. Ну, в принципе, я бы сказала, что сегодня не так много машин, да? Иногда прям целой цепочкой вереницы идут. А мы с вами поедем в сторону Каркина. А кому интересно, смотрите обязательно серию следующую. А в этой серии мы говорим вам всем пока. Всем добра и всем пока.